так уважаемые коллеги добрый вечер всем мы продолжаем нашу серию онлайн семинаров вот она немножко у нас какой-то момент мы ее приостановили потому что у нас идет отдельный курс посвященный незападным теориям если вам интересно вы можете на сайте нашей лаборатории во вкладочке как раз низ посвященной незападной теории международных отношений это все посмотреть вот а сейчас я с большим удовольствием представляю очередную нашу выступающую это бочарова александра павловна она стажер и следователь нашей международной лаборатории следы мирового порядка нового регионализма и соответственно она продолжит вот эту серию семинаров для молодых ученых для соответственно молодых кандидатов наук как площадка где вот соответственно они делятся своими научными разработками статьями и соответственно мы потом это каким-то образом обсуждаем да задаем вопросы и тому подобное вот тема собственно выступление александра это пропаганда в китае в период кризисов политического и неполитического характера соответственно думаю это тоже интересно очень всем будет сейчас узнать вот соответственно александра у тебя он прости что я на ты потому что все таки мы с тобой коллеги даже такие в общем да и соответственно у тебя полчаса вот соответственно потом будет у нас дискуссия пожалуйста окей так коллеги видно презентацию правильно все работает ну прежде всего я хочу поблагодарить всех кто здесь собрался послушать результаты моей работы работу думала обдумывала и делала ее я долго два года потому что там очень много данных большие достаточно серьезные задумки но как все студенты магистратуры реализовывала я ее где-то за гораздо меньший срок чем фактически задумывалась эта работа но в целом результаты которые получились получились неплохими получились новыми актуальными для исследований пропаганды в целом пропаганде в китае в частности поэтому я решила поделиться результатами с вами вынести исследования на вашу критику послушать комментарии мнение и так далее вообще если переходить к вопросу зачем изучать пропаганду в китае то мы понимаем что в принципе исследования пропаганды они вечные поскольку пропаганда всегда актуальна всегда существует любом государстве пропаганда в китае интересно еще тем что во первых исследователи крайне расходятся во мнениях относительно того как эта пропаганда работает насколько она эффективна эти вопросы начинают подниматься заново с каждым новым витком изменения информационной политики в китае сначала это было в начале 2010-х годов в современном китае когда к власти пришел си динпин и очень активно начал продвигать политику международную информационную политику китая для того чтобы повысить его статус на международной арене потом о пропаганде в китае начали говорить уже в контексте противостояния с сша и наконец пропаганда в китае стала опять объектом интереса исследователей после масочной дипломатии эпидемии коронавируса когда стало считаться что китайское правительство продвигает именно политику цифрового авторитаризма вследствие уникальности пропаганды в этом государстве ну вот здесь на этом слайде я в качестве небольшой затравки написала цитату илюля жака илюля что пропаганда эффективна в государстве тогда когда граждане отрицают ее наличие и когда в прошлом году я анализировала пропаганду в китае в контексте протеста в гонконге 2019 году я получила достаточно уникальные результаты о которых я чуть позже скажу и я задумалась что наверное эти результаты будут другими если кризис будет носить другой характер то есть не чисто политический как в случае протеста в гонконге а какую-то другую природу например стихийный характер или характером техногенной катастрофы или какой-то другой поэтому собственно в этом году я задалась целью посмотреть как будет различаться пропаганда в китае период кризисного явления которое имеет политическую природу и кризисного явления которое имеет стихийную природу в качестве которого выступает эпидемия коронавируса ковид-19 в китае соответственно работа делится на две части каждая из которых в принципе достаточно самостоятельно сама по себе потому что в работе я использовала смешанный дизайн это количественные методы с которыми больше знакомы политологи это качественные методы которые любят которые любят использовать международники при анализе пропаганды первый метод количественный будет посвящен анализу структуры пропаганды тому как устроено в принципе информационное пространство в китае а качественные методы соответственно будут анализировать как работает государственный дискурс то есть как общество посредством языка в сми регулирует настроение граждан в период кризисных явлений ну переходя к таким чисто формальным вещам стоит сказать что я взяла в качестве основного определения пропаганды то которое вы видите здесь на слайде в принципе здесь стоит только сказать о том что пропаганду я рассматриваю исключительно как нейтральный термин несмотря на то что американские например исследователи любят переписывать негативную коннотацию часто заменяют пропаганду на public relations что было в двадцатом веке в нашем случае пропаганда она необходимо для любого государства для того чтобы помочь этому государству сохранить легитимность в любые кризисы будь это кризисы будет реализация каких-то важных реформ как например в норвегии в 70-е годы прошлого века пропаганда активно использовалась для того чтобы поддержать правительство в реализации смены левостороннего на правостороннее движение и так далее поэтому в нашем случае пропаганда это то с чем приходится сталкиваться каждому государству с чем нужно работать максимально эффективно в работе я соединила две теории которые одна скорее идет политическая другая больше из политики менеджмента и социологии вот первая теория которую я использовала была разработана жаком и люлим еще в 70-е годы прошлого века это крупный американский исследователь который рассматривал то сюда пропаганду государства как нечто что формирует общественное мнение и люлим известен тем что он выделил 8 типов пропаганды которые вы видите здесь на слайде которые непосредственно важны для моего исследования но первые два типа политическое социологическое я думаю понятно чем чем характеризуется эти типы пропаганды соответственно это либо убеждение аудитории через сми либо формирование ценности в долгосрочном периоде посредством например образовательных каких-то аспектов и так далее седьмой восьмой типы пропаганды которые внизу списка это рациональная и рациональная пропаганда просто фактологический или эмоциональный характер пропаганды иными словами пропаганда это не только когда говорят что там кто-то плохой в сми но и когда говорят например о том что или например о том что необходимо вакцинироваться потому что это спасет чужие жизни но когда в сми употребляют конкретные данные например там какой-то процент людей больше не болеет какой-то болезни после вакцинации это тоже пропаганда просто это пропаганда фактологического типа вот другие оставшиеся четыре вида пропаганды они непосредственно необходимы для моей работы пропаганда агитации и пропаганда объединения два разных типа первый тип пропаганды агитации проводится государством против другой страны но это характерно например для каких-то войн крупных революций любых конфликтов которые угрожают текущей власти например пропаганда агитации была характерна для советской власти в двадцатые тридцатые годы когда у нас была гражданская война и не было непосредственно направлено против белых против буржуазного населения против кулаков против кого-либо то есть это именно пропаганда агитации пропаганда объединения или пропаганда интеграции она противоположна по своему по своей направленности она работает в более долгосрочном периоде и направлены не на объединение общества против кого-то а на объединение общества просто в целом на появление каких-то социальных скреп для того чтобы общество чувствовало собственную идентичность для того чтобы национальность сказала там мы русские мы испанцы мы украинцы, для того, чтобы они чувствовали родство друг к другу. Эта пропаганда необходима для того, чтобы в случае каких-то кризисных ситуаций государство могло предупредить раскол общества. И здесь у нас отсутствует как таковой другой, который характерен для предыдущего типа пропаганды. И большое значение придается образовательной деятельности, например, учебникам истории в школах, просвещению, научной работе и так далее. И еще два типа пропаганды, которые характеризуют именно способ распространения пропаганды в обществе. Вертикальная, которая идет непосредственно сверху вниз и позволяет государству контролировать то, что публикуется в СМИ. И горизонтальная, когда у нас есть большое количество региональных СМИ или местных партийных ячейок, которые активно взаимодействуют между собой. Первый тип. Выгоден государству для того, чтобы предупредить и убрать возможное мнение, которое расходится с мнением государства. Горизонтальная пропаганда удобна для того, чтобы уменьшить временные издержки, для того, чтобы покрыть как можно большую площадь страны, как можно большую площадь информационного пространства с тем, чтобы образовать население. Я предположила в этой работе, что в зависимости от того или иного кризиса будет использоваться тот или иной тип пропаганды. То есть либо пропаганда объединения, либо пропаганда агитации. И, соответственно, разная структура будет для тех или иных кризисов характерна, вертикальная или горизонтальная. Вторая часть теории — это теория кризис-менеджмента. Это более новая теория. Она появилась в 80-е годы прошлого века, и она характеризуется тем, как государство либо другая организация справляется с кризисами для того, чтобы сохранить собственную легитимность. Не буду вдаваться в подробности относительно этой теории, потому что, если захотите, можете потом задать дополнительные вопросы. Здесь важно сказать, что исследователи, которые работают в рамках этой теории, считают, что существует два основных аспекта информационной политики — информационный непосредственный аспект и идеологический. В кризисных явлениях, которые носят стихийный характер, например, землетрясения, наводнения, какие-то крупные катастрофы, преобладает информационный аспект. Почему? Потому что государству прежде всего необходимо сообщить населению о том, где находятся ресурсы, о том, как эвакуировать население, какие меры необходимо принять для того, чтобы минимизировать жертвы и так далее. Идеологический аспект, наоборот, преобладает в кризисных явлениях, которые несут политический характер. Почему? Потому что информировать население, например, о действиях бунтовщиков или протестующих правительству будет максимально невыгодно. В этом случае население будет ознакомлено с тем, как действуют протестующие или бунтовщики, если, например, это подобный кризис. И это может привести к эскалации конфликта. Поэтому в кризисных явлениях политического характера, как считают эти исследователи, есть минимум информации, но очень много вот этого идеологического слоя. Поэтому я предположила, соединим вот эти две теории, что у нас в период кризиса, который будет нести политическую природу, будет характерно агитирующая пропаганда, которая против какого-то другого направлена, с вертикальным типом, то есть с типом, который будет четко контролировать всю информацию, которая идет сверху вниз. А для кризиса, который имеет неполитическую природу, будет характерно интегрирующая пропаганда, то есть которая направлена на соединение общества, скрепление общества с горизонтальным типом распространения информации. Помимо того, что я сказала, вообще пропаганда Китая очень сложна, потому что, в частности, одни исследователи считают, что она очень гибко и эффективная. Это, как правило, китайские, не западные исследователи. Либеральные западные исследователи считают, что информационное пространство Китая очень жесткое, очень негибкое, что пропаганда неэффективна, что она очень деревянная, не подвержена каким-либо изменениям. И, собственно, просто на основании того, что у нас происходят постоянные противоречия между исследователями, я задалась с целью посмотреть, где правда, собственно, лежит. На слайде вы можете здесь увидеть гипотезу, которую я сформулировала в своей работе. Фактически это то, что я только что озвучила. То есть первая и вторая гипотезы будут смотреть структуру распространения пропаганды в период кризисов, третья и четвертая будут смотреть, как используется язык для того, чтобы скреплять общество против кого-то или способствовать интеграции общества как таковое. Что касается кейсов для проведения анализа, в качестве примера кризиса, имеющего политическую природу, я взяла протесты в Гонконге летом-зимой 2019 года против законопроекта об экстрадиции. Этот кризис продолжается до сих пор, но я решила не включать текущий кризис в рамки этого исследования, потому что он уже несет несколько другую природу. Это уже был сделан еще ряд законопроектов. И в качестве примера кризиса, имеющего неполитическую природу возникновения, я взяла эпидемию COVID-19 в Китае, первую волну, в январе-марте 2020 года. Почему эти два кризиса были взяты? Во-первых, потому что они чрезвычайно важны для китайского правительства, и оба угрожают так или иначе легитимностью власти. Второй кризис, то есть эпидемия непосредственно несет опасность для китайского общества в целом. Протесты в Гонконге — это всегда пороховая бочка Китая, которая вызывает большую беспокойность китайских властей. Поэтому пропаганда, которая будет использоваться в данных двух кризисах, будет распространяться на территорию всего государства. То есть логично, если бы у нас были какие-то мелкие региональные явления, то тогда, возможно, пропаганду было бы неинтересно исследовать, потому что все завершилось бы на этом региональном уровне. Первая часть исследования, которая непосредственно количественная, в ней использовался метод сетевого анализа данных. Может быть, некоторые из коллег, которые здесь сидят, знакомы с этим методом. Этот метод базируется на цитировании СМИ, то есть как мы смотрим распространение информации. Мы смотрим, как СМИ взаимодействуют между собой, кого они цитируют больше всего, кого они игнорируют в информационном пространстве Китая. И на основании показателей мы смотрим о том, как работает вот эта общая структура пропаганды. Я построила две сети. Соответственно, первую сеть, которая показывает взаимодействие СМИ в контексте протестов в Гонконге, вторая сеть показывает взаимодействие СМИ в контексте волны коронавируса в Китае. Были взяты порядка 30 СМИ в период первого кризиса, в период второго кризиса, и я вручную смотрела, какие СМИ цитируют друг друга вручную, потому что машинным способом не представлялось возможно посмотреть именно характер взаимодействия этих СМИ между собой. Данные собирались. Ну, я тоже думаю, что, в принципе, можно это здесь опустить. Технические вопросы сбора данных просто собирала... А сколько материалов ты? Сразу скажи, сколько? Ну, 30 статей, порядка... Наверное, порядка 12 тысяч статей я просмотрела. Ого! Неплохо. Да. Наверное, так. Но мне было легче, потому что первую часть исследования, которая посвящена Гонконгу, у меня частично были собраны данные в прошлом году, поэтому мне нужно было сделать вторую часть работы в этом году. Ну, да, порядка где-то 12-15 тысяч. Вот. Просто в основном, конечно, смотрелось именно цитирование. Все цитирования СМИ добавлялись в матрицу. Вот матрица. Вы можете видеть ее фрагмент здесь. И подсчитывалось количество этих цитирований у каждого СМИ. После чего вычислялись центральности. То есть это те значения матрицы, которые показывают различную роль узлов определенных СМИ в полученной сети. Я сейчас объясню на картинках. Вот здесь четыре сети, которые вы можете увидеть. Это сети, которые показывают взаимодействие СМИ между собой в период протеста в Гонконге, то есть в период кризиса политического характера. Так, мышку вроде бы видно. Вот слева крайний график. Вы можете увидеть, что красные СМИ — это центральные, пропекинские СМИ, а желтые СМИ, они гораздо более маленькие по своему размеру, это местные региональные СМИ Гонконга. И на всех четырех графиках видно, что пекинские правительственные СМИ активно взаимодействуют между собой. Они образуют такие крупные кластеры. Это видно на всех четырех графиках. А с желтыми гонконгскими СМИ такого не происходит. То есть изначально, когда я проводила это исследование, я предполагала, что поскольку региональные гонконгские СМИ стоят в оппозиции, они будут тоже образовывать такой плотный график. Нет, такого не было. У нас в основном гонконгские СМИ либо немного активнее между собой взаимодействуют. Некоторые из них даже входят в этот крупный кластер СМИ красного цвета. Значит, вот график слева показывает степень взаимодействия СМИ между собой. Графики третий и четвертый показывают, какие СМИ играют важную роль в качестве информационных посредников. То есть, например, вот South China Morning Post, крупный желтый центр, это крупнейшая региональная СМИ Гонконга, играет очень большую роль, потому что, во-первых, оно является связующим звеном между пекинскими СМИ и региональными СМИ Гонконга. Во-вторых, оно играет очень важную роль как посредника, вот это прошлое мое исследование, как посредника между всеми международными СМИ. Рейтер, Блумберг, Russia Today и так далее. Здесь просто я приношу извинения, здесь расплывчатый график, потому что это кусок моего старого исследования, но вы видите, что вот все точечки, которые находятся на периферии вот этих графиков, это все иностранные СМИ, с которыми, соответственно, взаимодействует Гонконг. Иностранные СМИ не цитируют Пекин, им это неинтересно, потому что Пекин будет показывать ту точку зрения, которая Западу неприятно и неинтересна. Оппозиционные СМИ Гонконга в этом случае, конечно, им гораздо больше симпатизируют. Здесь в табличном виде представлены те графики, которые вы видели, и, в принципе, вот в первом столбце видно количество цитирования одного СМИ другим. Мы видим, что, как правило, это крупные пекинские СМИ темным цветом обозначены. Но при этом, при том, что пекинские СМИ действительно контролируют информационное пространство Китая, региональные СМИ во втором и третьем столбцах занимают доминирующее значение. Что означает второй и третий столбцы? Они означают, что гонконгские СМИ играют важную роль в качестве связующих звеньев, опять-таки, с иностранными СМИ и между собой. Поэтому говорить о том, что Пекин полностью контролирует информационное пространство в контексте протестов в Гонконге, неверно. Очень многие СМИ обладают собственной автономностью, региональные, некоторые из них коммерциализированы и, соответственно, не зависят от решений, которые принимает Центр. Поэтому частично я могу подтвердить гипотезу о том, что да, у нас действительно есть вертикальная структура пропаганды сверху вниз в период кризисов политического характера. Немного другая картина видна в период кризиса COVID-19 в Китае. Вот здесь графики также делятся на центральные и региональные СМИ, но мы видим, что региональные СМИ вот этого бирюзового цвета гораздо активнее взаимодействуют между собой, чем это было на первых графиках в период кризиса в Гонконге. За исключением вот двух точек, которые находятся на достаточном отдалении от других, то есть Сиань и Сучуань. Но при этом пекинские СМИ синего цвета продолжают доминировать. То есть у нас все равно всегда крупные пекинские СМИ будут контролировать информационное пространство в Китае, будут продвигать эту пропаганду. Но вот эти результаты, которые вы видите здесь также на слайде, в четырех столбцах, показывают... Четвертый столбец в принципе показывает, какие СМИ оказывают решающее влияние на пропаганду в Китае. Здесь у нас тоже самое крупнейшие пекинские СМИ, но при этом значение региональных СМИ в столбце снизу гораздо более высокие показатели имеет, чем в случае с Гонконгом. То есть о чем это говорит? Это говорит о том, что региональные СМИ, во-первых, гораздо активнее взаимодействуют между собой, во-вторых, оказывают большее влияние на пропаганду. Это объяснимо, потому что когда у нас с вами есть протесты в Гонконге, пекинские СМИ не будут заинтересованы в том, чтобы оппозиционные СМИ цитировать. Но при этом, если у нас с вами происходит эпидемия коронавируса в стране, то одни региональные СМИ будут цитировать другие региональные СМИ для того, чтобы население знало, что происходит в других частях регионов страны. И поэтому было максимально проинформировано. В России у нас примерно то же самое работает, поэтому в принципе вот эти вещи действительно, которые вы видите в цифровом виде, подтверждают логику того, что мы видим в жизни. Поэтому, собственно, у нас удалось подтвердить, что действительно в период кризисов политической природы у нас есть вертикальная пропаганда, в период кризисов неполитической природы у нас есть горизонтальная пропаганда, которая имеет свойство иметь высокую разветвленность участников вот этой пропаганды. Вторая часть исследования — это качественные, это критический дискурс-анализ, который использовался для того, чтобы посмотреть, что, собственно, печатают в СМИ для того, чтобы либо скрепить общество против какого-то общего врага, либо соединить общество перед лицом какой-то опасности. Я взяла 40 статей по тематике урегулирования кризиса, выбранных случайным образом. 20 статей для протеста в Гонконге, 20 статей для кризиса коронавируса в Китае. И, соответственно, во время этого анализа я смотрела, какие социальные группы выделяются в СМИ, какие явные скрытые сценарии решения кризиса, с кем аффилирован дискурс в СМИ, к кому обращаются и от лица кого выступают эти СМИ, и есть ли образовательный аспект в пропаганде, которая в это время публикуется. Для чего важен образовательный аспект? Потому что его наличие позволит нам подтвердить интегрирующую пропаганду, которую я предполагаю в период кризиса коронавируса в Китае. Я не буду подробно очень останавливаться на том, как я проводила дискурс-анализ, но, в принципе, вы можете увидеть здесь результаты, которые я сделала в табличном виде. В частности, вот, например, если анализировать аудиторию обращений и социальные группы в период протеста в Гонконге, мы видим, что социальные группы, на которые ориентируются СМИ, это прежде всего основная часть населения Гонконга, которая призвана остановить эти беспорядки или хотя бы бездействовать, не выходить на улицы города. Здесь идет обращение на основании законодательства Гонконга и Конституции. И очень важный психологический аспект, который сводится к тому, что уважение к старшему поколению в Китае приводит к тому, что, в частности, вот вы видите левый столбец, нижний пункт, происходит публикация историй о том, как гонконгские негодяи, то есть протестующие, обижают старшее население, старшее поколение. В случае с гонконгской бабушкой, бабушка дала отпор этим негодяям, побив их сумкой и что-то там покричав. В то же время мы видим, что китайские СМИ очень экспрессивны в выражении чувств относительно организаторов незаконных действий в Гонконге. Здесь идет ссылка на то, что основным организатором незаконных действий являются США. Большое количество эпитетов негативной коннотации по отношению к вредоносной банде четырех подробно описываются, какие преступники, особенности их биографии в СМИ и так далее. При этом интересно сказать, что слово «Китай», то есть «чунго», в контексте протестов в Гонконге практически нет, что в принципе позволяет китайскому правительству неформально говорить о том, что Китай не зависит от протестов, которые происходят в Гонконге, потому что то, что происходит в Гонконге, является следствием действий непосредственно региональной администрации. Это не распространяется на Китай целиком. Ну вот здесь, например, вторая таблица, которая показывает возможные сценарии развития событий. Мы видим, что как в случае протеста в Гонконге, так и в случае эпидемии коронавируса есть исключительно положительные сценарии развития ситуации, никакие угрозы не страшны китайскому народу, погрязшие в зле сами себя обрекают на гибель, рассвет победы в войне против эпидемии не за горами. И здесь стоит сказать о том, что, как я и предполагала, в случае пропаганды агитирующей, в период протестов в Гонконге есть явный враг. Это бунтовщики, банда четырех, организаторы преступных действий в США. У нас есть явный другой, который чинит все эти препятствия и беспорядки в регионе. В период эпидемии коронавируса в Китае у нас не только нет какого-то врага, против которого выступает китайское общество, но в целом происходит интеграция китайского общества с человечеством в целом, потому что существует очень большое количество статей, в котором пишется, что человечество — это наше общее имя, о том, что рассвет победы в глобальной войне против эпидемии не за горами, поэтому, в принципе, мы действительно можем на основании этих текстов проследить агитационную и интегрирующую пропаганду во всей своей теоретическом описании. Ну вот, наконец, третья таблица — это именно поиск образовательного аспекта в период пропаганды коронавируса в Китае, мы видим, что в отличие от протестов в Гонконге, в которых идет действительно минимум информации о том, что делают протестующие, о количестве людей, в СМИ в контексте COVID-19 в Китае существует очень большое количество статей, которые рассказывают о неэффективности спреи с ионами серебра, лактоферина, рассказывают о том, как происходит передача вируса от человека к человеку, как утилизировать отходы, как развлекать семью в период изоляции и так далее. То есть у нас действительно здесь идет очень сильный образовательный аспект, пусть непосредством учебников и посредством СМИ, в период коронавируса. Таким образом, вторая часть исследования позволила подтвердить предположение о том, что у нас действительно в период кризиса в Гонконге будет реализовываться тип агитационной пропаганды, при урегулировании кризиса, имеющего не политическую природу, то есть эпидемии COVID-19, будет реализовываться тип интегрирующей пропаганды. Если переходить к общим результатам, вообще для чего это все делалось и что это показывает. Мы понимаем, что пропаганда в Китае действует гораздо более эффективно и она является гораздо более гибкой, чем изначально пишут исследователи, пусть то не западные исследователи, либо американские исследователи. Пропаганда подстраивается под ситуацию, используя различные сценарии. Соответственно, мы видим, что у нас в случае различных типов кризисов используются отдельные методы, которые будут убеждать население, но при этом существует определенная четкая структура пропаганды в Китае, которая является незыблемой. В данном случае у нас в каждом из двух типов кризисов политику пропаганды прежде всего проводит информационное агентство Синьхуа, которое затем распространяется по мелким региональным СМИ и крупным отраслевым пекинским СМИ. Поэтому, с одной стороны, у нас есть ярко выраженная единообразная государственная повестка, с другой стороны, мы видим, что политика пропаганды в Китае чрезвычайно мобильна и гибка. И, в принципе, результаты, которые я получила, они являются, во-первых, комплексными, потому что мы можем посмотреть не только, как структура пропаганды выглядит в Китае, но и посмотреть, как эта пропаганда реализуется. Понятно, что мы не можем оценить эффективность пропаганды количественно, потому что мы не можем пощупать эту эффективность и спросить, у китайцев работает пропаганда или нет, но основные механизмы работы пропаганды в период кризисных ситуаций здесь прекрасно видны, и мы видим, что эта пропаганда, она различна, разнообразна и, в принципе, имеет место существовать и быть достаточно эффективной. В целом, буду рада ответить на ваши вопросы. Сколько я там рассказывала? Где-то полчаса как раз. Уложилась, Александра. Большое спасибо. Коллеги, пожалуйста, вам вопросы к Александре, к ее исследованию. У нас тут Александр Владимирович подключился. Да, Александр Владимирович, спасибо. Может, у вас есть, Александр Владимирович, какие-то соображения по поводу... Соображения? Сейчас выскажем. А можно убрать вот эту презентацию? Презентацию? Да, сейчас уберем. Ну, понимаете, мне сложно вот говорить с молодежью по поводу Китая, потому что это очень современные методы, но здесь нет какого-то понимания, как на самом деле живет китайское общество. Вот вы говорите, например, что... Ну, как можно изучать китайскую пропаганду и делать какие-то выводы, если вы не говорите о системе цензуры, например? Ну, то есть вы как бы рассматриваете эти газеты, как будто они пишут, что захотят. А на самом деле... Вот вы вообще имеете представление, как работает цензура в Китае? Да. Китайские газеты вовсе не пишут, что захотят. Потому что в каждой газете сидит человек, который говорит им, что можно писать, а что нельзя. По крайней мере, на это дело надо как-то делать скидку. Вот какие у них могут быть... Ну, наверное, они там цитируют друг друга. Ну, о чем это говорит-то, собственно? Местные СМИ цитируют друг друга. Но они цитируют то, что им положено цитировать. А то, что им не положено, они не цитируют. Понимаете? Да, Александр Владимирович. Про цензуру тоже в работе я писала, просто решила здесь не опускать. Я, во-первых, рассматривала цензуру. Это как что-то, что идет параллельно китайской пропаганде, то есть процесс направлен немного в другую сторону. И цензура здесь видна. То есть пропаганда и цензура в Китае, они неотъемлемы друг от друга. Цензура здесь проявляется в том, что у нас действительно идет из центра посыл региональным СМИ цитировать главные СМИ и продвигать позиции, которые будут выгодны китайскому правительству. Это здесь прекрасно видно в том, что, например, Синьхуа, Global Times, People's Daily действительно эту информационную повестку пропихивают. В том, что цензура есть, это безусловно, потому что в эту сеть не попадают СМИ, которые не нужны китайскому правительству. И это тоже один из результатов исследования. У нас практически нет каких-то мелких СМИ, которые не обладают лицензией, например, потому что китайское правительство не дает лицензии тем СМИ, которые невыгодны этому китайскому правительству. У нас здесь нет каких-то мелких авторов, которые могут показывать позицию, которая отличается от официальной позиции. И более того, я слышала, когда делала исследование, я даже заметила, что происходит прямое копирование текста главных СМИ этими региональными СМИ, и это тоже видно, мы просто чуть позже подключились на графиках, которые я там строила. Поэтому цензура, она тоже заложена в этом исследовании, и она видна. Просто я задалась целью посмотреть именно как в контексте цензуры, как китайское правительство заставляет и продвигает, заставляет эти региональные СМИ работать друг с другом. Вот в контексте кризиса, имеющего политическую природу, графики получились совсем другими, там характер взаимодействия другой, там пекинские СМИ четко контролируют друг друга, не позволяя каким-то другим СМИ вот в эту информационную повестку пробиваться. А в контексте менее опасного кризиса для легитимности центральной власти гораздо более мягкая картина. Там региональные СМИ могут цитировать друг друга, писать какие-то письма со стороны от лица подписчиков и читателей, включать каких-то неформальных акторов в свою сеть. Поэтому, с одной стороны, у нас действительно есть очень жесткая цензура, с другой стороны, мы видим, что эта цензура в разных случаях сильно различается. Конечно, если бы мы взяли там еще какие-то другие случаи, например, в 2010-х годах были крупные землетрясения в Китае, мы бы посмотрели, действительно, результаты одни и те же, или они различаются. Но вот здесь вот я посмотрела и увидела именно системные различия вот в этой политике пропаганды и цензуре в Китае. Цензура – это не то. Вы путаете цензуру с пропагандой. Цензура – это совершенно не то. Это человеку просто сложно представить. Цензура состоит в том, что в каждом СМИ сидит человек, у которого есть 10 томов. Такая книга. В Советском Союзе она, это называлось, главлит такое, главное литературное управление. В Китае, я даже не знаю, как оно называется, но это не имеет значения. У них есть департамент пропаганды. И этот человек говорит, что вот это слово вообще нельзя писать. Понимаете? Например, там запрещено писать про эту тигру и, как его там, про… Это Винни-Пуха. Да, из Винни-Пуха запрещено писать про тигру, потому что он похож на Си Цзиньпина. И никто не может. Вы хоть колом на голове тишите и напишите 10 статей в гонконгской прессе о тигре. Ни один ее не процитирует. Вы понимаете, это как бы баяс. Вы не можете оценивать их взаимодействие без учета… Александр Владимирович, я оцениваю взаимодействие с СМИ, которые опубликованы и разрешены. То есть мы смотрим не как они блокируют другие СМИ, а как они распространяют то, что надо распространять. Лицензия. Лицензия тоже не имеет никакого значения. Лицензия – это дело другое. Имеет значение кадровая работа, система номенклатуры. Каждый редактор, будь это даже частные СМИ, он назначается все равно государством. Не важно, там партия, там парламент так называемый. Все это одно и то же в Китае, потому что это социалистическое общество. Система номенклатуры говорит о том, что редактор любого СМИ назначается райкомом или там горком, зависит от уровня, или там провинциальным комитетом партии. Поэтому мне кажется, что просто… Ну это нам особо ничего не дает. Конечно, они цитируют друг друга. Им запускают одну фигню, указание. Они там обрабатывают с разных сторон. Кто пытается, значит, чуть-чуть там, вот были там пару газет или журналов, куда-то вылезти, им дают по шапке и закрывают. Вот и все дела. Ну да, но вы же видите, что результаты, они здесь отличаются друг от друга. Ну в чем они отличаются-то? В том, что у нас по-разному идет посыл сверху. Он идет либо четко сверху вниз, либо он распространяется по всей стране. В том, что у нас используется абсолютно разная пропаганда. То есть теоретически могли бы, например, китайцы проводить политику, как это проводили американцы, что этот вирус был китайский, и, соответственно, это антикитайская пропаганда. В случае с кризисом в Китае, в период коронавируса, такого не было. У нас есть общее человечество, общий дом. Просто здесь показывается о том, что пропаганда, она подстраивается в Китае под разные кризисы. Значит, разные указания в разное время даются. Сначала в следующий дом, потом сказали американцев обменять. Потом еще... Да, но это же нужно... Из центра спускается. У них там собрание редакторов проведут в... Да, но, Александр Владимирович, я так же... Понимаете? Но при этом человек... Это тоже известно из советского опыта. При этом редактор, он крутится, потому что ему еще надо, чтобы его газету кто-нибудь читал. Вот он крутится, найдет в какой-нибудь другой газете что-нибудь веселое, возьмет и перепечатает оттуда. Мотивы это совершенно другие. Понимаете? Надо учитывать их мотивы и возможности по работе. Нельзя китайскую прессу анализировать так же, как какую-нибудь там американскую или даже российскую. Вот вы сравниваете, что у нас такая же ситуация. Она вообще, ее даже сравнить нельзя, потому что у нас нет цензуры. Вернее, нет вот такой цензуры предварительной, чтобы тебе заранее говорили, что не писать. Тебе могут потом дать по шапке. Но вот такой вот системы цензуры у нас нет. Она ее отменили там в 90-е годы. Понимаете? Поэтому это совершенно разные ситуации. Ее надо как-то по-другому анализировать. Или, по крайней мере, с учетом вот этого, как у вас там в социологии говорят, байос. Как это называется? Не помню. Смещение результатов. Нет, ну это, конечно, понятно. То есть все, как бы ты не охватишь, и то, что невозможно посчитать, ты не посчитаешь. В том числе и там. Так что вы подумайте, ну, как это учесть, так сказать. Не совсем понятно. Это, как бы сказать, то, что они там цитируют друг друга на местном уровне, это ничего не говорит. О чем это нам говорит? О том, что... Что это с той пропагандой, ничего это не сбой. Или что она какая-то другая, ничего. Они просто крутятся и стараются там сделать что-то, чтобы немного почитали, повеселей там свои местные газеты. Но это, как бы, не означает какого-то различия в пропаганде. Ну, я с вами тут немного не соглашусь, потому что там, как бы, они немного не те вещи публикуют-то. Они публикуют информирование. Там сидит какой-то человек и думает, вот в центре там сказали вот что-то, а мы возьмем и напишем. Вот, смотрите, например, сианьская СМИ будет публиковать сычуаньские новости. Но это будут не веселые новости. Это будут новости о том, что там сычуане построили столько-то, столько-то больниц, открыли столько-то, столько-то коек. Но о том, что происходит в Гонконге, сычуаньские СМИ не будут копировать новости. Конечно, не будут, потому что им вообще запрещено это. Как они могут копировать Гонконгские новости? Да, поэтому гонконгские новости... Вернее, это то, что отличает, что в Гонконге есть правильные газеты, а есть неправильные. Там есть несколько правильных, которые можно цитировать, остальные нельзя, понимаете. Да, да, именно так. Но при этом гонконгские газеты активно цитируются в контексте протестов в Гонконге, пекинскими СМИ. И между собой они тоже взаимодействуют. Вот и Бао там цитируется, еще там вторая есть, вот их две. Вот они и цитируются. Это не Бао, это не Бао, да. Да, потому что они их китайцами контролируют. Ну, в смысле этим? Полностью. Они всегда были фактически. Но при этом, Александр Владимирович, те газеты, которые враждебно относятся к пекинцам, тоже цитируются этими СМИ. Почему? Потому что в гонконгских СМИ принято идеологически сталкиваться друг с другом в прессе. Например, Та Кун Пао пишет про какую-нибудь оппозиционную газету, что они плохие. Но население, читая эту статью, все равно узнает о другой газете и о мнении этой другой газеты. И взаимодействие все равно между ними есть. Ну и что? Ну это все надо узнать, что они там узнают. Это надо опрашивать население. Эффективность пропаганды посмотреть невозможно никак в Китае. Но посмотреть просто структуру распространения информации можно. Мусов нету, да? Сосиологических населений. А как ее сделать? Нет, опросы есть в Китае, есть. Но их тоже надо осторожно смотреть. Там даже есть иностранные опросы. Они нерелевантные, то есть на них нельзя опираться. Кто их проводит, например. В частности, если я... Смотря по каким вопросам. Там есть... По вопросам пропаганды, конечно, нельзя. Но там есть обычные вопросы, типа там... Сколько там в университете людей учатся? Нет, нет, это я про пропаганду сейчас, Александр Владимирович. Ну, конечно, про Гонконг они ничего вам проводить не будут. Единственное, как можно посчитать эффективность пропаганды, это посмотреть, например, либо эксперимент поставить, что тоже очень сложно, либо посмотреть на зарубежных, у которых Хуасяо живут в других странах. Вот как они там воспринимают информацию. Но эффективность китайской пропаганды доказать практически нереально. Ну, ладно, пусть у нас тут кто-нибудь еще вопросы позадает. Вот у нас тут даже по-китайски имя свои пишут. Да, коллеги, пожалуйста, вам возможность задать вопросы, Александр, если есть желание. Если не возражаете, я тогда задам. Да, давайте. У меня такой вопрос. Прежде всего, хотел бы поблагодарить за презентацию. И вопрос относительно того, вот, использовали пропаганду, все хорошо, объединили общество и все прочее. Ну, вот, использование таких нелестных эпитетов о США, том же самом, что Гонконг и так далее и тому подобное, не ведет ли это к каким-то последствиям на внешнеполитическом уровне? Ну, то есть, что США главный зачинщик конфликтов в Гонконге. Но это как достаточно смелое заявление. Спасибо большое. То есть, ведет ли это к чему-то или нет? Спасибо. Вообще, в контексте любых политических вопросов, которые затрагивают Гонконг, китайцы очень агрессивно отстаивают свою позицию. Поэтому то, что они реагируют на возможные заявления со стороны США и ищут руку США в любых конфликтах, которые связаны с экономией Гонконга, это естественные для Китая. Понятно, что в каких-то других делах они менее риски. Например, в высказываниях, которые больше касаются экономических аспектов, перспектив развития отношений между Байденом и Си Цзиньпином, то есть, простите, между США и Китаем. Но здесь же у нас есть дипломатия волков. Поэтому, в принципе, Китай очень агрессивно отстаивает вот именно те вопросы, которые касаются его внутреннего политического курса, особенно Гонконга. Это привычная схема для Китая. И это всегда было и всегда будет. Спасибо. Так, вопрос к Александре. Как пекинские власти и пекинские СМИ борются с неправильными точками зрения от оппозиционных СМИ, в частности, в Гонконге? Интересуют именно способы. Вопрос задан на фоне закрытия Apple Daily в Гонконге. Да, спасибо большое. Здесь есть много разных моментов, именно и технических, и идеологических. Технические, например, неправильные точки зрения оппозиционные СМИ, которые невыгодны китайской власти, например, могут не выдаваться государственные лицензии, на фоне чего очень сложно попасть в принципы информационное пространство Китая и обеспечить охват аудитории. Есть такие технические моменты, как, например, игнорирование оппозиционных СМИ, и это было вполне видно, например, в той сети, которую я построила, за исключением нескольких оппозиционных СМИ Гонконга, которые были исключительно коммерческими. Больше никаких вредных СМИ не попало. Есть еще неформальные способы контроля. Например, вот как говорил Александр Владимирович в одном из комментариев, есть, поскольку главреды назначаются в крупные пекинские СМИ, существуют неформальные рычаги влияния на этих главных редакторов в случае, если СМИ, в которых они работают, публикуют нежелательную информацию. И здесь не обязательно говорить о том, что там происходят какие-то репрессии или этих несчастных главредов хватают на улицах. В основном есть даже исследования, в которых говорят о том, что их просто вызывают на разговор, причем не обязательно в этом разговоре с представителями партии будет подниматься вопрос о отмене публикаций в СМИ, но сама по себе эта коммуникация влияет на главредов таким образом, что они отменяют те публикации, которые могли бы оказаться вредными для пекинского правительства. Есть еще много технических моментов, в частности, это цензура. Цензура в социальных сетях, цензура в СМИ. То есть, например, было большое количество информации слито несколько лет назад о том, что направлялись директивы о прямом цитировании Синьхуа другими СМИ, о том, что необходимо убрать те или иные публикации из новостной ленты, которые бы угрожали легитимности центральной власти. Поэтому здесь существует очень большое количество ограничений. Кроме того, есть, как вы помните, это уже больше касается цензуры в социальных сетях, блокировка сайтов, которые могут нести нежелательную информацию. Вот недавно BBC заблокировали на территории Китая. До этого то же самое происходило с Википедией, с социальными сетями. И здесь понятно, что население Китая может выходить в интернет, используя VPN и другие способы обхода этих блокировок. Но это будут делать только те граждане, которые фактически реально заинтересованы в том, чтобы узнавать альтернативную политическую позицию. Прежде всего, таких немного. Не все готовы тратить время на то, чтобы эту информацию узнать. И, в принципе, таким образом оказывается, что посредством того, что граждане выходят в альтернативное информационное пространство, они естественным образом... Возникает таким образом естественная граница между обычным населением Китая, которое поглощает информационный контент, который публикуется на территории Китая, и теми гражданами, которые пытаются искать альтернативную правду за пределами информационного пространства Китая. Поэтому, в принципе, здесь стоит сказать о том, что тот, кто хочет узнать информацию, найдет, но при этом китайский firewall работает абсолютно прекрасно и эффективно, потому что не все готовы тратить силы на эти вещи. Вам для справки VPN запрещен в Китае. Простой китайец не может его использовать. Если китайцы используют VPN, значит, у него есть разрешение от соответствующих инстанций. Александр Владимирович, ну там... Арестуют тебя просто, если ты будешь использовать. Александр Владимирович, там настолько мало было арестов по VPN, что фактически это... Ну, могут арестовать или там выгнать... То есть это формальный вопрос. Ну, как, я знаю таких, которые, так сказать, подвергались... Ну, короче говоря, есть службы, которые отслеживают вас. Вы просто общаетесь, видимо, с людьми, которым можно, так сказать. Так, у нас есть еще один вопрос. Мы все помним события, связанные с попытками Путина наладить политический контент с Китаем. Как осуществлялись эти попытки в китайских СМИ? И обобщающий вопрос в пользу каких стран китайской СМИ выражает свое положительное отношение. Спасибо большое. Ну, в основном этот вопрос больше про внешнеполитический аспект. В исследовании я его не анализировала. Но в целом в китайских СМИ... Вот тут точно, наверное, Александр Владимирович больше, чем я, разбирается. В целом китайские СМИ, например, в контексте ведения торговых войн с Китаем относятся к России достаточно позитивно. При этом достаточно сдержанно продолжают высказываться попытки относительно налаживания диалога между Байденом и Си Диньпином. Хотя большинство политологов понимает, что это невозможно. Вот включил камеру Александр Владимирович. Все ее просто нельзя ругать, в принципе. Вот. Да. Ну, там кое-кому тоже можно, например, в Global Times. Ну, это так ограничено. Там время от времени кинстатии появляется. Но, в принципе, надо ее хвалить, потому что это дружеская сторона. Да. Так, коллеги, еще парочка вопросов. Может быть, кто-то еще хочет что-то спросить или написать. Лучше, конечно, спросить живьем, потому что это как-то более дискуссию поднимает, скажем так. Так, ну, тогда, Александр, у меня вопрос. Я как понимаю... Простите, Гю... А, нет, все-все в порядке. Тут опять появился вопрос. Ну, наверное, сначала я спрошу. Давайте. Ну, я как понимаю, в общем-то, некая есть копия Советского Союза, получается, вот этой как бы системы цензуры и системы идеологии. Но есть же было как бы и некое сопротивление в виде какого-то там изопового языка, там каким-то образом пытались вот это как бы... Вот действительно, как Александр говорит, чтобы было, чтобы читали. Или там в основном нет такого желания каким-то образом вот этим иносказательно как-то вот повестку дня или покритиковать партию. Или все там в основном под козырек, и никто особо не выделяется. То есть, ну, диссидентства такого... Или нет, все-таки есть такие диссидентские газеты. Спасибо большое, Георгий. Нет, изопов язык есть. Его активно используют в социальных сетях, в том числе, посредством игры слов. Вот, в частности, например, наиболее известный пример — это то, что WeChat блокировал сообщения пользователей, которые писали о Винни-Пухе, потому что под Винни-Пухом закодированным было имя Си Диньпина, которого почему-то ассоциируют... Ну, не почему-то, которого ассоциируют с Винни-Пухом. Есть большое количество слов, которые звучат одинаково, но имеют различный смысл, которые используют китайские пользователи. Но, опять же, исследования цензуры в информационном пространстве Китая показывают, что даже такие способы обхода цензуры оказываются неэффективными. Потому что в начале 2010-х годов цензура на сайтах проходила начальный этап ручного отбора информации, и таким образом люди, которые сидели, они изначально гораздо точнее, чем компьютер, например, видели вот эти способы использования изопового языка и блокировали подобные сообщения. Поэтому, в целом, стоит сказать, что есть способы коммуникации в социальных сетях посредством каких-то завуалированных выражений, но в целом пропаганда... Ой, простите, цензура работает в этом плане очень эффективно. Как правило, те люди, которые хотят обсуждать, используют альтернативные способы информации, альтернативные платформы, явно оппозиционные, я имею в виду население, но, опять же, за счет того, что они используют альтернативные способы выхода в другое информационное пространство, они таким образом оказываются изолированными от основной части населения. То есть, это такой способ неформального фаервола на территории самого Китая. Так, и, по-моему, был еще какой-то вопрос. Да, еще один вопрос. Вы говорили о рациональной пропаганде, а какие китайские СМИ, на ваш взгляд, чаще всего используют именно этот вид пропаганды? Да, все, в принципе, используют, особенно то, что касается отчетности об успехах китайских властей где-нибудь в экономике или в медицине. То есть, они цифрами любят закидывать? Да, китайцы же, в принципе, любят закидывать цифрами, а когда они отчитываются о каких-то огромных процентах или темпах роста, фактически мы понимаем, что цифры, они всегда действуют на аудиторию очень положительным образом. Тут нет каких-то конкретных китайских СМИ, просто это способ реализации пропаганды таким образом. Цифры очень часто использовались для освещения, например, кризиса коронавируса в Китае, потому что там строят столько-то больниц, там задействуется столько-то коек, но при этом рациональная пропаганда, она присутствовала еще и в период протестов в Гонконге. Например, какое-то количество полицейских было ранено в период протестов бунтовщиками, но этой информации рациональной было гораздо меньше, потому что китайское правительство не было заинтересовано в том, чтобы распространять информацию о том, сколько было протестующих, о том, сколько людей пострадало. В основном эта информация оперировали западные СМИ, там BBC очень любили считать количество пуль, которые были пущены, количество помятых касс. А вот этот еще есть такой момент, связанный, ну, коли мы по вопросам ковида, еще вопрос, связанный с инфодемией, когда он довольно распространен в России, да, вот это 5G-вышки, которые облучают, соответственно, чипирование Биллом Гейтсом, да, вот это использование альтернативных способов лечения. Насколько в Китае это распространена была идея, то, что... Ну, это понятно, что обычно это исходится к тому, что, ну, есть такая прямая зависимость от доверия к власти института. Если власти не доверяют, то, соответственно, начинают искать там источники там где-то вот альтернативные, там, чуть ли не оккультные. Очень показательно это в Латинской Америке, там вообще как бы... Или там вот в Южной, моей любимой Южной Европы, да, в Испании, Португалии, там вообще в этом плане нет доверия к институтам власти, поэтому все сразу обращаются к всяким там вот оккультным штукам. А в Китае как? В Китае это будет вряд ли, потому что все СМИ практически контролируются Пекином, и поэтому не будет, в принципе, появляться новостей, которые бы показывали недоверие к источнику, к политическим институтам, источнику власти в Китае. Нет, я имею в виду население само, население само может искать вот или ищет вот какие-то альтернативные источники там, типа... Население, опять же, здесь по-разному, то есть, некоторые ищут информацию о том, что многие боялись там распространения 5G, я видела в социальных сетях, и я видела несколько статей, которые говорили о том, что 5G, именно китайских статей о том, что 5G не приводит к распространению вируса. То есть, такие вещи тоже были, но это исключительно какие-то технические вещи, которые не ассоциировались с политикой в этих новостях. Что касается каких-то других источников информации, здесь сложно сказать, потому что, во-первых, в принципе, смотреть, анализировать китайские соцсети объективно невозможно, потому что то, что будет невыгодно, оно вырезается и цензурируется, и плюс к этому большое количество троллей в китайских соцсетях, ну, в принципе, это характерно для многих стран, оно тоже не позволяет говорить о том, сколько там, например, людей, которые позитивно относятся к власти. То есть, можно ли сказать, что, ну, в каком-то смысле Китаю удалось обуздать и инфодемию тоже? Ну, то, что, вот, например, Россия, она довольно сильно как бы распространена. Да, да, я бы сказала, что да, плюс к этому у них тоже были схожие, я, честно говоря, с законодательством особенно не разбираюсь, я помню, что у нас задерживали людей, которые распространяли панику среди населения, например, когда началась эпидемия. В Китае тоже было похоже, то есть было очень большое количество статей, заявлений политиков о том, что мы будем бороться с теми, кто распространяет панику среди населения, и вот этот момент, он очень актуален для Китая, потому что Китай больше, чем недовольных властью, боится именно тех событий, которые могут привести к любым действиям коллективного характера. Есть большое количество исследований, которые это показывают, то есть даже те высказывания, которые являются позитивными и хорошо выставляют пекинское правительство, все равно удаляются в цензуре, потому что могут привести к любым действиям коллективного характера. Этого очень боится пекинское правительство и старается не допускать. Интересно, интересно. Коллеги, есть ли еще у вас вопросы, или мы можем закругляться? Георгий, здесь Сергей написал еще тоже один вопрос. У меня будет такая просьба, его немного разъяснить вслух про информационные операции и американскую цифровую дипломатию в данном контексте, чтобы я более точно попробовала ответить на вопрос. Сергей, вы на связи? Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. В общем, я бы даже немножко могу переформулировать вопрос. Там главный вопрос, которым они задаются, это возможность взаимодействия между китайской и российской, пропагандой. То есть пока, их точка зрения, они говорят, что это представляется вряд ли возможным по самому ряду причин. Ну, опять же, это, наверное, понятно, они пишут больше о внешнеполитическом таком контексте, то есть противостояние Западу. И вы все-таки другими сюжетами занимаетесь. Так, я поняла вроде бы, да, спасибо большое. В целом, как это лучше сформулировать? Ну, что касается именно политики пропаганды, то здесь стоит сказать, что Китай и вот Россия не взаимодействуют между собой на каком-то официальном уровне. То есть часто информационная повестка, которая касается этих двух стран, она просто идет в ногу одна с другой. Хотя часто, что касается там, например, анализа исторических событий, часто мнения расходятся. Поэтому в целом, наверное, я бы сказала, что нет. В пропаганде внутри Китая такие примеры мне не попадались. Вот. Но точно не берусь говорить. Возможно, они есть. Просто я не очень хорошо это знаю. Понятно. Ну что, коллеги, около часа-десяти минут мы с вами тут пообщались. Если еще есть какой-то там супер-пупер вопрос, то вы можете его задать. Вот. У нас Николай подключился. Или он может задать вопрос, да? Не хочет? Я думаю, что Николай только что подключился. Да. Окей. Ну хорошо. Тогда если у тех, соответственно, коллег, у которых нету никаких вопросов, комментариев, то, Александра, в общем, большое спасибо за то, что поделилась с нами своими, в общем-то, исследованиями, да? Это очень важно ввиду того, что лаборатория показывает, что она не только создает какие-то семинары, проводит, но еще и, в общем-то, занимается прямым своим деятельностью. Это, в общем, занимается исследованием. Это тоже очень важно. Вот. И, в общем-то, я всех благодарю, коллег, за то, что вы, соответственно, присутствовали сегодня в этот вечерний будний день, летний. Вот. И, соответственно, всех вас благодарю. Ну, наверное, на этом мы можем уже заканчивать. В ближайшее время, наверное, семинаров уже не будет, если только кто-то не изъявит желание в последнюю неделю это сделать, в полутора недели, потому что, в общем-то, с июля обычно уже как бы вуз уходит на каникулы. Вот. Ну, в любом случае, всем спасибо. Вот, соответственно, запись этого семинара у нас будет выложена, соответственно, на нашем сайте, на как раз сайте лаборатории, вот, в соответствующем разделе. А так, в общем-то, всем спасибо, всем пока, всем большое. Всем успехов. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok